доброе время суток всем у нас сегодня город таллинн 23 октября 2020 года как всегда пятница с которой вас всех поздравляю 8 часов 44 минуты 6 градусов жары и настоящая настоящая осень пришла теперь с каждым днем будет все желтее и желтее по новостям по новостям честно говоря я немножечко в курсе сегодня читал новость в таллине какая-то фирма выиграла конкурс на перестройку батарейной тюрьмы такое скажем величественное здание на берегу моря хотят сделать из него что-то типа культурного места сбора людей но что-то я так могу предположить типа квартала отель из киеве видел проекты будет это воплощено не будет жизнь покажет но на пары как то что вел это красиво очень многие люди не верили даже в брэдди ты а уж поверьте мне что это намного рейдиты было намного дороже чем проект батарейной тюрьмы насколько я ну мои глаза мне говорят время покажет посмотрим картинки можно посмотреть в интернете увидеть самому насколько это будет прикольно дальше мы в это воскресенье переходим на зимнее время это значит что на час больше будем спать не знаю на кого как влияет зимний переход зимнего времени на меня влияет очень положительно я сплю больше и высыпаюсь что касается весны вот здесь опять стоит знак вопроса скорее всего будем переходить тоже на весеннее время но все будет как будет я так понимаю что эстония сейчас мечется между латвией и филляндией чем часовом поясе остаться точнее не в часовом поясе извините с кем остаться в тандеме с филляндии который живет по зимнему времени и уже с латвии который живет по летнему времени помолитва тоже я скорее всего придумаю что припалтическое братство даться себе знать и мы останемся в летнем времени так сейчас немножко здесь она подгазовать почему потому что я хочу перейти на улицу линуты да сегодня один из тех дней когда я еду прямо на объект всяких контор все горит все пылает времени нет свободного времени нету мысли одни только о работе о которой мы поговорим наверное вечером кстати говоря насчет вечера сейчас утро ощущение но скажем летом это часов так где-то 10 11 даже нет 10 11 это так и вот зимой у нас с светлое время суток примерно выглядит вот так вот все серенькое такое солнце нету в тучах утром посыпаетесь сумерке живете в сумерках а потом неожиданно наступает ночь аж целых 16 часов может даже 18 ну что мы приехали на работу нас ждут тяжелые 8 часов а может быть 9 может быть 10 время покажет я думаю что после работы если не буду такой уставший подниму одну тему расскажу касается тоже то чего касается в основном последние мои видео о чем на работе а пока мы на месте родина нас ждет единственное что у меня сегодня спасает мысль о том что наступают два бесконечных выходных дня данинское время 17 часов 37 минут конец рабочего дня как 40 минут назад в принципе как обычно ничего нового немножко так прокатаемся по другой дороге ну а как мы выйдем отсюда где телефон все звонков у меня куча куча была целая штук наверно 40 не могу найти телефон чтобы дозвониться на ворота нашел знаете когда люди работают скажем так об охране в смену даже наверное я не знаю какой 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 как какой как его называется привести пример еще где где то я не знаю общепит например да тот же самый за неделю нельзя не сделать каких-то итогов выводов по сделанной работе я работаю сейчас так что в конце недели в пятницу оцениваю сделанную работу и смотрю результат так что результат на лицо могу предположить что вы строите точно так же те кто строит дома можно сделать какие-то выводы что неделя удачно неудачно много ты сделал немного ты сделал когда допустим я работал в охране ну день как день рутина один каждый день одно и то же ну что оценивать не недели могу предположить точно так же как и как я уже назвал тот же самый общепит да пармен там официант повар даст готовишь одно и то же ну да в одну неделю ты может быть сделал 100 порций супа да в другую в другую неделю ты сделал 150 но отдачи как бы реально это не видно а когда что-то творишь руками например строитель художник я сейчас думаю начал начал думать интересно только на заводе работают на наверняка тоже видно допустим я сделал за неделю допустим 5 металлоконструкции 5 металлоконструкций не скажем там два туда тоже заметно ну да у каждой работы есть свои какие-то нюансы на поварит 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 налево то такой хвост бывает часто что даже на зеленый не успеваешь развернуться ну выскочек опс о кстати видел смотри я да уже стеклят достаточно быстро я бы нигде здесь не ездил мимо него и смотрю уже большие изменения соотношением с улича с утренней погодой у нас сейчас восемь с половиной градусов не помню говорилось утра было по моему 6 показывал бортовой компьютер мелкий такой дождик морозит естественно если машина стоит припаркованной то в любом случае надо протирать будет тепло мокрое с левой стороны сейчас опять же какая-то струйка идет то ли рядный бокс дело достаточно очень много и в двух местах раньше там был у нас указана резервная земля городская чисто как газоны какие-то сейчас я смотрю сразу две стройки при том что летом там уже стояли бытовки было огорожено что начинается строительство и вот сейчас в октябре в конце октября начался процесс по этой стороне в основном идут частные дома по левой стороне странно вот тут вначале начинается двухэтажные квартирные дома будет интересно что туда построят вот такие домики потом частные потом рядные боксики потом опять частные вот по тротуару едет виды с правой стороны стоп хама на них нет шучок думаю здесь развернемся поедем через мой район а особо говорить про таллин больше ничего не буду потому что все новости что я знал с утра все сказал в течение работы я даже на сегодня ни разу на фейсбуке не заглянул я даже кофе свое который взял в 9 утра с работы допил только вот буквально минут 20 назад еще тепленький кстати был хороший термос мог бы похвастаться называется не знаю как называется но система лок-лок двойное закрытие на другом канале у меня есть обзор на этот термос на особо с ним ездил действительно классная штука если раньше брал такой термос стакан да то ну буквально час полтора и там уже такое прохладное кофе было с утра в конторе пил а сейчас такая тема что в конторе почти не нахожусь поэтому с утра заливаю в этот термос с утра хватает его на целый день естественно домашний кофе он намного лучше чем покупной видно да 1743 и у нас в принципе темно уже глазами я вижу что конкретно темнеет буквально через наверное 15-20 минут уже будет реально реальная ночь кто заметил что сегодня в магазин я не еду честно говоря просто устал хочу быстро домой помыться и и отдыхать естественно склею видео для вас сделаю картиночку наверняка будет какие-то комментарии кстати может быть и нет придется отвечать не придется отвечу и тогда буду уже полностью отдохнувшим точнее не отдохнувшим а приготовленным к отдыху ну смотрите как долго горит красный свет можно уже не знаю что сделать уже можно что хочет сделать уставший кстати говоря заметил себе одну вещь интересную что такая рутинная работа которой я хотел бы да на меня очень плохо влияет ты сидишь делаешь одно и то же и просто напросто не скажу что тупеешь а происходит какой-то так своеобразно наверно стресс одно и то же все то же самое одинаковое да ну а когда ты постоянно в каком-то тонусе тебя держат в тонусе какой-то защите в каком-то как его называются быстро в быстроте какой-то быстрое решение проблемы и просто в решении проблемы и когда-то за одна в день да тоже бьет этим молотком что называется стрессовым но ты ух ты мне бензин заканчивается ну что в понедельник заправлюсь остаешься как-то живым живчиком таким не жизнь становится не совсем скучной я вам скажу так что мне это очень даже нравится я никогда это не понимал даже вот до этого когда я работал в центральной больнице в той же самой сфере когда спасибо видимо он не хотел я ему должен попропустить но он меня пропускал потому что если бы разворачивался он просто у меня с левой стороны не поместился видите здесь дорога узкая у пешехода я помещаюсь в принципе я так же делаю вот так вот где я работал раньше в больнице ты сидел пять дней в неделю просто следил за системой какая-нибудь ошибка выскочит пошел починил ну когда это был каждый день там что-то происходило по мелочам но иногда шло в ремонт допустим целое крыло какое-то потом приходили установщики ставили все это и скажем естественно ты идешь им помогаешь точно так же и были моменты когда допустим запускали роддом в восточно-центральной центр восточно-центральной таллиннской больнице и проедешь да и там надо было помню сделать карты доступа по-моему 350 или 400 штук и надо было перепроверить каждого человека надо было посмотреть может у него есть карта это уже доступа или нет и надо было сделать сегодняшнему дню я сидел помню до 10-11 вечера так как роддом работает круглосуточно мне надо было все это было сделать и передать тоже я помню точно так же была ну вот работа в таком же темпе и вы знаете такая дача тоже сделалась сразу как гора с плеч надеюсь что если будет все хорошо 20 ноября случится то же самое и с тем откуда я езжу уже в течение 3 месяцев объект конечно поел мне нервов но зато держит в тонусе то что я сказал начали работать было еще лето сейчас смотрите осень красиво опять видите вечером по этой дороге едем красные желтые зеленые все в разных таких тонах осенних листики падают и самое главное у нас у два бесконечных выходных дня ух ты парковка уже на Несты выходит ну что хвост здесь сделаю я уже не помещаюсь даже сюда выехать потому что с прицепом в лес с бананами ай кстати Мариенталь и Сильвер Мариенталь и Кельскус вот это здание бывают моменты я смотрел со своего балкона окна квартиры и это здание так стоит что иногда видно насквозь его допустим если там не закрывают окна то солнце садится и прямо пробивается через все это здание и ты видишь смотришь как бы с одной стороны его а солнце видишь с другой стороны здания ну что выйдем отсюда как бы по правилам можно на зеленый выезжать да на зеленый не будет давайте еще постоим немножечко может о чем интересное расскажу а может не расскажу перехресток кстати говоря мусто МАТ и улица Мариенталь перед нами Мариенталь прямо идет ну на самокате кто-то катается в такую погоду не рискую в дождь кататься самокаты у меня куплены за магичные деньги портить их не хочется но в этом году я откатался почти 800 км на них на своем точнее я откатался у дочки по моему 600 620 по моему надо будет посмотреть ну на дочке нам еще жена тоже каталась а я на своем 800 сделал в принципе доехать до Рейдиты и обратно это те же самые где-то 25 км а летом я ездил очень часто туда опс здесь зеленый а этот естественно поворачивает туда куда мне надо и сейчас бы не всех пропускать наверное да этот вообще поворотник не показал спасибо этот показал поэтому валим как-то так доболтался я приехал домой хочу пожелать всем мира добра уважения друг другу осторожно на дорогах всем успокоенного гора как наш Таллин и хороших вам выходных